всем привет это вторая часть влога про пряжные магазины москвы я не хотела делать две части но пришлось просто очень много получилось материала и я подумала что лучше разделить и сделать две части я сейчас еду два сразу все никак не могу остановиться реально столько крутых магазинов что все как-то я такая вот еще туда светите вот еще сюда в общем я еду два супер крутых магазина один бобинный пряжи один моточный и видимо я оставлю их совсем на финал на сладенькое так что те кто обычно не досматривает видео до конца вы многое потеряете если что имейте ввиду погнали а так я приехала в магазин тухэнс это очень крутой большой и знаменитый магазин бобины пряжи большая садовая то есть это центр москвы метро маяковская но магазин находится во дворе и найти его сразу так нелегко на сайте об этом не написано поэтому после гостиницы пекин заворачивайте во двор или звоните девочкам и они вас ориентируют смотрите как классный образец и сразу же на нем наклеены все исходные вот это нечто нечто волшебное вообще на ощупь нереально просто шикарно шикарное зеркало лен лен крапиву мы советуем перед первой стиркой замачивать подкисленной воде где-то на час на полтора чтобы закрепить цвет стирка в холодной воде со средствами для закрепления цвета любая трава дает цвет ее сложнее всего прокрасить она очень любит уксус лимонная кислота кто-то лимоны используют у нас образцу год мы его стираем его год труд люди короче девочки очень опасно сюда приезжайте потому что невозможно уйти без покупки очень классные консультанты здесь и кофе нальют и чай нальют и про пряжу все расскажут и просто поболтают и покажут что вяжут сами и в общем любовь так сейчас не дадут потрогать эти самые крутяцкие спицы которые вышли беновые лантермоны беновые лантермоны ой но они на ощупь конечно да отличаются от того что они стираются вот эти вот девчонки где-то знаете я очень плотно вяжу у меня на одной спице всего лишь на одной но я действительно очень плотно вижу и сейчас я взяла именно и почему-то левая спица потому что я проталкиваю ну вот хват да это все таки петли вот эти вот тугие мне стирают и я беру всегда теперь левую нами меньше на четверть или на половинку чтобы у меня свободно петли заходили на вязание и не терлись а надписи но здесь есть лазером лазером повтор да говорили там ну там составные они вот дерево да слоеные а это прямо выточенные вытесанная у нас уже есть девушка которая сломала спицы посмотрели внутренность так точно точно оно нет классный классный а потом думаю может тоже разориться набор я конечно чагушки это универсал сначала по штучным да и леска у них очень классная по сравнению с майнфолом например хотя она тоже до крутится стакане мне больше нравится лантермон там меньше зазор и намного больше и даже лантермоновский мне нравится больше чем новые лески чагу твист которые мне тоже кстати они не очень зашли тык очень-очень стык плохой я вязала делала не ложную кетлявку а это ну ворот отвязывала и зашивала и вот пока я проталкиваешь когда обратно я намучилась прям вообще ужасно и думаю да ну ёп смотрите какие-то бобины я такие никогда не видела огромные а это видимо носочная пряжа так вот отдельно на полочках спасибо огромное за гостеприимство да я может быть еще заеду потом концу путешествие что-нибудь купить очень у вас вообще обалденная атмосфера и выбор и вообще все так что спасибо огромное все пока пока ну что я могу сказать магазин тухэндс это просто мечта вязальщицы там очень классная атмосфера там можно провести часы как я просто болтая с девочками о вязании причем со всеми и с консультантами и с теми кто пришел покупать а вы что связали а вы что связали а вы что хотите и так далее и тому подобное вот поэтому это просто вообще потрясающее место всем 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 рекомендую туда обязательно заехать такс ну мы по адресу но мой топографический кретинизм как обычно во всей красе и чет я не не могу понять где счастье мое вязальное но да 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 я наконец-то не забыла взять собачки то я вечно забуду их и хожу тыкаюсь как курица слепая во все ценники чё там написано вот а теперь я обрела глаза глядишь сейчас все найду так ура мы победили но не сами а все благодаря девочкам консультантам и связи иначе мы бы потерялись тогда да 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 мы пришли просто бесконечные ряды сокровищ смотрите какие-то видики мои любимые вот этот какой красивый просто магазин где хочется остаться жить смотрите как вы помните в магазине вязь у меня была супер миссия найти какой-нибудь подмот к моему голубому букле вискозному который я купила в доме пряжи чтобы полотно было менее просвечивающим и более таким фактурным что ли поэтому я перебрала там все более-менее подходящего оттенка голубые нитки какие мне попались а еще я поняла что хватит быть консервативной жопкой и нужно как-то наконец-то принимать во внимание всякие фантазийные пряжи и меня что-то прямо знатно повело вообще на всякие буклея пряжи с ресничками и вот это вот все смотрите какие еще есть мохнатки такое полотно получается прикольные прикольные а по составу вообще скажу хлопочка полиамид смотрите какой красивый синий не передает цвет такой глубокий морской синий это все хлопок 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 такой крупненький а этот маленький чёрт чёрт как прям пещера ли бабы вообще только в себя придешь от одного матка как уже бац какой-нибудь другой нашелся это красивое сочетание согласна это вы тоже ничего я вроде всегда люблю холодная но вот этот как-то прям оригинальный такой прям а сколько метров 200 метров в одну нитку шикарно да да а вот такой нету ниточки 90 хлопок столе он тоже прикольно выглядит кстати это вот вот в этом вот цвете мне кажется приятственно так в три нити по моему да вот это вот если я не ошибаюсь да в три нитки угу есть вот такой вот зеленовастенький есть красненький голубенький а там уже желтые эх чёрт мы опоздали на год обидно а мы тут костюм майку все связали в уме вы смотрите какая прикольная жизнь красотища хлопочек вискоза шелк еще здесь есть весы если вам хочется узнать сколько бобинка весит например вы берете просто любую ставите и смотрите минус конус 40 граммов вот так что даже не обязательно дергать консультантом просто придет сами тут и самообслуживаетесь хотя консультанты здесь конечно огонь очень классные работают девочки и вот этот зеленый тоже очень красивый кстати даже с розовым классно смотрится вот всякие шашибрики тут пожалуйста вам красота красотищное полотно ну что вы думаете во всем вот этом разнообразии не могу найти то что можно подмотать к моим голубеньким а есть один а а это красивый какой кто это шарик а посмотрим а это леон какие тоненькие это нейлон видимо короче есть один этот не ренос но он какого-то другого оттенка не сильно критично конечно но мне кажется как то не очень хорошо все равно вот прям заметно а вот это смотрите какая в полотне интересная тоже штучка угу так вот и не скажешь бобине то какая-то чудесная о о это наша тема шелк хлопок и нейлон да да прикольный я купила короче в этом господи как его в доме пряжи вот у меня образец очень похожий прям похожий это вискоза и па но я вот хотела платье связать но вот это как-то поплотнее хотя и так тут у нас ой 11 тысяч 11 тысяч у меня-то вообще меньше у меня 670 и я в 3 нити наваляла а тут во сколько интересно так тут вроде как вообще в 2 так а он какой-то по пушистее при этом а вот какое-то сияние сияние так что за сияние хлопок акрил полиамид ой ну вот эта штука прям классная ведь очень красивая прям вот он вот он и голубенький и синенький блин мой то не такой а ну здесь конечно 43 шелка и хлопка здесь хлопок есть а у меня одна вискоза да поэтому этот как-то драпируется получше за счет хлопка хотя вискоз врать тоже должна очень очень прикольный да очень мне нравится согласна вот для любителей хлопка в итоге под мод мне нашли феи из этого магазина настоящие феи там работают правда ушла я довольная и это осталось в моем сердце вязь навсегда потому что это ну просто пока это самый огромный выбор пряжи который я видела так следующим номером нашего списка будет магазин при фабрике семеновская пряжа я объясню свою мотивацию просто ездить по самым крутым магазинам там бобины или моточные пряжи не важно это конечно здорово но бывают ситуации и есть люди которым важно побюджетнее вот я тут сторонник того мнения что не бывает совсем уж некудочные пряжи бывает что ручки не с того места растут и можно можно и у наших производителей найти достойные артикулы так что мы сейчас посмотрим и поищем вот сразу же видите правильное заявление вот целое здание тут целый этаж пряжи и и и так надеваем окуляры и обретаем зрение я хочу сразу просглядывать всякие летние составы потому что меня сейчас они больше всего интересуют и помнится я тут что-то уже покупала довольно таки интересное однажды так хлопок стопроцентный хлопок ну а литра богатенькая там ничего не скажешь такая то что у нас и это хлопок он такой как мулине видеть модно нынче модно 100 граммов 800 метров 2 0 0 тут кстати не только земёновская продается тут есть еще всякие иностранные бренды вот например это у нас какая-то штучка штучка модель это ли не поверите вот где состав то тут у них написано а вот хлопок маку сто процентов длина 150 125 метров ну вот такая вот есть штука чего такая расцветка есть а вот это наверху какая-то все с моим ростом только ходить вот какая-то интересная штуковина прям так чего тут написано сейчас секундочку вискоза капрон 45 метров так вот хлопок мерсеризованный вот вам образцы кстати он мягенький прям такой мягенький хорошенький вот такое вот полотно так это в одну нить да довольно таки прозрачненько но он какую-нибудь майку зайдет цвет красивый метраж у семеновской всегда хорош это что такое это хлопок вискоза семеновская пряжа без названия да или что как это называется сейчас подождите а блум название блум кстати интересная фигня вот такой еще есть цвет такой вот есть цвет такой такой и такой такое не хотите ли вот вам пожалуйста трава даже не травка это я бы сказала травище уже газон такой который пора подстричь так стоит это счастье целых 180 рублей ирина так вот вам метраж хлопочек с вискозой цвет кстати красивый такой шоколадный черными прожилками вот это тоже ничего такой цвет и вот такой серенький красивый вот из ирины крючок а вот сетка он смотрите кстати какая классная сетка из нее получается резиночку смотрите как и держит прям резинка ровная и сетка модная нынче сетка прямо отпадная из нее и она такая знаете струящаяся прям такая гладенькая пряжа которая холодит на лето прям отлично вообще вот такие еще цвета есть вот 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 а это какой-то ага это снова мерсеризированный хлопок хлопок и это тоже хлопок и вот он такой вот и рис макс ой кстати мягенький прикольный тоже такой это совсем дурчитая что-то вот смотрите да штука и вот она один моток это вот такой вот моточище пол шарфа короче с одного мотка можно связать если вдруг хочется вот палитра тоже такая как всегда разнообразненькая так ну и вот я нашла хлопок травка стрейч травка короче всякие разные травки тут уже газон подсриженный поменьше травище вот какая-то она правда причесанный более благородный газон ну расцветки вот то что есть смотрите кантекс тут продается толстый хлопок вдруг кому-то надо всякие для дома какие-нибудь штуки вязать например вот палитра прям тоже такая много всякого и вот он цена это что такое это топ а вот потоньше кстати чуть чуть потоньше вот ну почему бы и нет как говорится а вот смотрите лен камтекс лен 330 метров стопроцентный лен так цвет 205 белый жалко образца из него нету я бы на него посмотрела в образце только все прикольно лен а ну цена такая лен нынче не дешев не дешев так пехорка жемчужная я слышала кстати они очень хорошие отзывы даша мурнитка говорила что она прям очень неплохо на лето вот и другие девочки кто вязал из нее в общем все ее хвалили а вот смотрите вот он этот flowers то блин такие вот есть расцветки и по-моему лена яковлева взяла вот из этого а нет в руку вот из этого и так классно получилось вообще мне очень понравилось лена то известная молодец ну прям смотрите супер актуальное сочетание вот ярна арт элеганс помните вам показывала серую нитку которую добавляла в свой карди единственную которую покупала вот это оно кстати цвет это 102 вот вот так вот матке ее когда щупаешь она прям нормальная мягенькая а мне она показалась что-то такой царапучий может не показалось не знаю но в полотне вот вроде тоже мягенькая не знаю может это я какая-то супер чувствительная не знаю так цена у него вот 165 рублей за моток а в мотке у нее 130 метров так а это кто такое мегония меланж вот это что нет это ярнарт summer картон с вискозой значит картон с вискозой я сейчас скажу вам скажу скажу спицу номер три три с половиной триста пятьдесят метров ну стоит вот столько я втайне надеялась найти ярнартовский хлопок с полиакрилом где чуть-чуть полиакрила для носков который подошел бы но что-то пока только пол хлопок не попадается так вот я вышла на ализе всякие артикулы ализе 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 смотрите для тех кто вяжет игрушечки тут прям целый вон сколько всякого доброта так ну из самых таких как мы говорим дорогих артикула здесь есть сиам вот виды есть сиамовские по 405 рублей вот есть шерсть с вискозой так кажется я таки набрела на что-то похожее на хлопковую носочку более или менее есть некий легкий твит 50 грамм 170 метров я даже не знаю что это за производитель такой честно говоря какой-то с санкт-петербург от двойки до тройки интересно может попробовать прям реально интересно стало еще смотрите что нашла клауд твит от сиам 599 вот так он выглядит мне так понравился вот этот цвет такой прикольный очень прикольный цвет так спицы у нас тут 45 состав у нас тут вот альпака файн альпака файн короче вискоза полиамид вот на цвета очень благородные такой сиреневый седой с красненькими прожилками вот этот красивый вот этот очень красивый ну в общем мне прям понравилась эта пряжка это тоже интересное здесь беленькие эти вкрапления вот еще есть вот такой вот розовенький такой вот беженький и с беленькими есть вот такой желтый и ну прям прикольно слушайте нитки там а сколько метраж так сейчас я скажу сколько метров что-то мне стало я как это урывками 150 метров ну прям прикольно еще есть тут Катя из таких вот брендов вот вам пожалуйста концепт дома такие вот есть небольшой выбор европейских брендов но что-то есть здесь есть вот книжки и журнальчики можно походить повыбирать так друзья я не случайно сказала что последний магазин я оставляю на сладенькое во всех смыслах но еще и потому что выбор сладенького в кофейне после обсудим которая находится в магазине атмосфера обещает быть грандиозным так что я иду в атмосферу и там все закончится и и и и и и Атмосфера – это магазин Маргариты Тереховой, она известный блогер, дизайнер, и она очень красивая, вдохновляющая, креативная. Обязательно подпишитесь в запрещенной сети. В атмосфере несколько собственных фишек. Во-первых, они разработали свою линейку средств для стирки шерстяных и всяких вязаных изделий. Во-вторых, у них продаются очень классные крафтовые сумки, косметички, пеналы для инструментов, шопперы. Ну, в общем, это прям целая линейка крафтовых классных штук всяких. Ну, и в-третьих, конечно, у них продается только моточная пряжа известных европейских брендов. Рико Дизайн, Ланг Ярнс они возят, потом Лана Гросса, по-моему, тоже. И, опять же, Маргарита начала производство собственного бренда пряжи, и результаты очень достойные. Пряжа Аура, она прям прогремела этой зимой, по-моему, я не знаю, только, ну, совсем уж такие отсталые, как я, из нее еще не повязали. Также в магазине большой выбор инструментов разных производителей, пуговки есть, большой выбор, журналы. Мне кажется, в атмосферу стоит прийти просто ради самой атмосферы. Пощупать классную пряжу, выпить вкуснейший кофе, съесть какой-нибудь вкусненький десерт, как я это сделала, обязательно не применула. Просто пообщаться. Здесь очень часто и сама Маргарита бывает, и какие-то другие известные блогеры вязальные. И просто собираются очень классные компании девочек-вязальщиц посидеть, повязать, выпить кофе, мастер-классы они проводят. В общем, если что, я оставлю ссылочки все в описании на сайт. Так, я взяла себе вкусненький чай манго-маракуйя на прощание. И бегу-бегу, потому что мы договорились с друзьями пойти на выставку в музей Непошкина. Ну, в общем, вот такой получился обзорчик. Я надеюсь, что вам было не скучно, надеюсь, что вам было полезно. Конечно, я посетила далеко не все магазины, но надеюсь, те, до кого не доехала, не обидятся. Я постараюсь внизу в описании указать еще магазины, которые есть, чтобы вы могли посмотреть, поинтересоваться. Может быть, напишите в комментариях какие-то свои магазины. Может быть, я не знаю каких-то. Давайте обмениваться информацией. Спасибо за задание.